Ну что ж, друзья, аниме-сериал по доте наконец-то вышел. Об этом сейчас трубят из каждого утюга, и на это есть причины. Сериал получился просто великолепным во всех аспектах. Повествование, раскрытие персонажей, визуальный стиль, скрытые детали. Короче, для моего неискушенного глаза, это один из лучших аниме-сериалов в принципе. Но смотрел я их немного, так что сравнить особо не с чем, да и не суть на самом деле. Мне пришлось посмотреть его дважды, лишь для того, чтобы полностью понять сюжет, ибо он тут весьма закрученный и явно незаконченный. Поэтому, друзья, я, преисполнившись познаниями, готов с вами поделиться всеми сюжетными фактами, ответить на все ваши вопросы и рассказать вам, что же вообще произошло в последних сериях. Ролик, скорее всего, выйдет достаточно поздновато, но знайте, что я начал работу над ним буквально на следующий день после выхода сериала. Все остальное время ушло на разбор деталей и обдумывание сюжета, ну и там монтаж. Ну и сразу предупреждаю, что в ролике будет само собой полно спойлеров, поэтому если вы еще не смотрели сериал, то быстрее смотрите и возвращайтесь сюда. Такой феномен пропускать точно нельзя. В общем, друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, ну а я начинаю. Итак, начнем, пожалуй, с самой первой серии, где нам впервые показывают Террор Блейда в действии. Здесь он захватывает тело вот этого неприятного мужика по имени Фрюлинг и убивает дракона по имени Ульдорак. И, что важно, захватывает его душу. Когда ДК с ним встречается, Террор нам рассказывает немножечко лора. Мы узнаем, что у отца Дейвиона сжег дракон прямо на его глазах. Ну и забегая вперед, мы узнаем, что именно так и появляются драконьи рыцари. Ребенку, потерявшему близких из-за дракона, вручают зуб дракона и говорят, чтобы он пришел к ним, когда подрастет. Дейвион дал зуб мальчику во второй серии, ну и когда-то давно ему самому тоже дали зуб дракона, который он носит по сей день. Вот так и появляются драконьи рыцари. Дальше Террор пытается промыть мозги Драгонайту, обещая ему огромную силу и убийство всех драконов. Мол, только пусти меня в свое тело и все будет. Потом начинается весьма важный момент. Появляется Слайрак, который говорит, что Террор просто обязан отпустить душу Ульдорака, чтобы тот мог переродиться. Во вселенной Дота, как мы узнаем позже, древние драконы не умирают, а просто перерождаются в новом теле вместе под названием Гром. Дальше Террор вселяется в мертвое тело Ульдорака, и в результате битвы Террор покидает его тело, ну а Слайрак умирает. И тут происходит весьма сильное расхождение с сюжетом Доты. По лору ДК в игре он долго искал Слайрака, и когда нашел его, тот уже был старым и ослабленным. Слайрак попросил его убить, мол это будет честью для него, и умереть в последнем бою. В аниме же, как видите, Слайрак в самом рассвете сил, просто он был повержен Террором, но благо финал истории остался тем же. В обоих версиях истории Слайрак пронзает горло ДК своим когтем, и благодаря этому они становятся одним целым. Душа Слайрака переселяется в тело Девиона, и он получает все эти невероятные способности, типа офигенной регенерации и возможности превращаться в дракона, который нам продемонстрирует в дальнейшем. На этом основная арка с ДК окончена, и переходим к следующей. Сразу хочу отметить, что будет как минимум еще один ролик об этом сериале, с разбором малозаметных деталей, которые не особо влияют на сюжет, но интересны сами по себе. Сейчас идем чисто по сюжету, поэтому тыкните лайк, чтобы ускорить выход следующего видоса. Кстати, я намеренно использую именно скриншоты из сериала, а не целые кусочки, так как могут кинуть копирайт страйк. Так, дальше переходим к одной короткой, но весьма важной сюжетной арке, связанной с шопкипером, то есть торговцем. Когда Мирана и Марси приходят к нему, чтобы спросить про украденные лотосы, он говорит, что вам может помочь некий мудрец, живущий в башне. Как нам потом становится известно, это будет инвокер. Однако для встречи с ним нужен будет вот такой вот камушек. Если вдруг кто не понял, это гем. Да, тот самый из доты, который палит инвиз. В сериале он выполняет точно такую же функцию, ибо когда в него посмотрит Мирана, она увидит башню инвокера, которая на самом-то деле невидима для обычных глаз. И более того, именно благодаря этому гему их примет инвокер в своей башне и окажет им помощь. А знаете почему? Потому что этот гем от торговца. Во вселенной доты торговец, он же шопкипер, всегда пишется с большой буквы, так как это не просто профессия. Дело в том, что некоторые торговцы в мире доты охраняются высшими силами. Об этом говорилось еще в самом первом комиксе по доте 2011 года. Там объяснялось, что никто не осмелится обмануть, украсть или даже убить торговца, поскольку преступника сразу постигнет кара божья. Последним, кто пытался обокрасть торговца и убить его, был знаете кто? Правильно, Рошан. Да, раньше он выглядел вот так, но боги его прокляли, сделали его вот таким вот чудовищем, заточили в яму и заставили его постоянно умирать. Вот такое вот наказание. Именно поэтому даже один из сильнейших магов мира, Инвокер, побоялся нарушить правила торговца. Если тебе кто-то дает гем, ты обязан ему помочь. Таковы правила. Что-то типа монеты из Игры Престолов. В общем-то да, торгуют с артефактами это не простой старый скитающийся дед, который в мире доты ничего не значит. Ведь нарушение договоренности с ним боятся даже сильнейшие герои. Он настолько всесилен и могущественен, что пробрался даже в наш реальный мир. Вот же он. Посмотрите, у моих друзей на эпик луте. Ребят, сейчас я вам расскажу, как благодаря торговцу повысить свою окупаемость. Моя личная тактика окупа называется решающий артефакт. Открываем кейс Инвокера и Селемины, то есть двух врагов. Не важно, что нам из них выпадает. Даже если дроп не окупил кейс, не расстраиваемся. Главное вытащить что-то серьезное из кейса с анимациями. Ведь там находятся самые могущественные артефакты торговца. А теперь все три выбитые шмотки закидываем в один апгрейд. Это важно. И выбираем, конечно же, вот эту дорогую форму на террора. Те, кто смотрели сериал до конца, думаю, понимают, к чему все это приведет. Ну и, конечно же, проводим успешный апгрейд. Ведь торговец с артефактами не мог не дать нам окупиться. Кстати, забавно то, что торговец сопровождает нас даже в момент вывода вещи. Хочет проследить, чтобы мы вывели наш заслуженный артефакт. Ну а реализовать мою личную тактику окупа вы, как всегда, можете по ссылке в описании. Там же находится промо на 15% в пополнении баланса. Используя его, вы очень сильно помогаете развитию канала. Спасибо вам за это. Так, ну теперь, наверное, самое сложное. Сюжетная линия с Фемрин, Селеминой, Мины и Лотусами, разумеется. В начале третьей серии мы видим, что Фемрин ворует Лотосы из храма Мины. А потом он рассказывает детям легенду, которая очень важна для понимания дальнейшего сюжета. Вот вам краткое содержание этой легенды. Тысячи лет назад солнце закрыло глаза, и луна стала кровавой. Говоря нормальным языком, произошло лунное затмение. Не путать с солнечным затмением, ибо именно во время лунного затмения, луна действительно становится красной. Дальше нам рассказывают, что Мина это богиня луны, а Селемина это богиня темной луны. Собственно, как я и рассказывал в прошлых роликах. Так вот, во время затмения, луна очевидно перестала светиться, и Мина оказалась в ловушке Селемины, и находится там по сей день. В этот момент Селемина перехватила контроль и стала самым настоящим узурпатором. А тех, кто не хотел поклоняться, она изгоняла далеко и надолго. Можно смело сказать, что Селемина самое настоящее зло. Те, кто смотрел сериал, это и сами, я думаю, поняли. Она прям реальная мразь. Ну а наша героиня Фемрин вместе со своим кланом эльфов поклоняется Мине. Они верят, что она вернется, так же, как и многие другие кланы эльфов. Также легенда гласит, что Мина обожала лотосы, и буквально жила ради них, и по сей день в них содержится ее частичка. Ну а когда величайший и мудрейший волшебник возложит их на землю, то она вернется. Речь, разумеется, идет об инвокере. Вот такая вот легенда, друзья. Собственно, на этом будет строиться весь основной сюжет. Дальше нам раскрывают саму Фемрин. Оказывается, она единственная, кто обладает вот такими вот крутыми способностями. Она может копировать внешность, может создавать иллюзии, может телепортироваться или же вовсе исчезнуть. По легендам, именно жрецы и воины Мины обладали такими способностями. А это говорит о том, что частичка Мины все еще жива. И именно она дает Фемрин силы. Более того, Фемрин обладает способностью Трусайта, ведь она единственная, кто смогла увидеть башню инвокера своими глазами, без использования гема. Ну а это что тогда значит? Когда она пришла к инвокеру и объяснила, чего она хочет, тот забрал лотоса и выгнал ее. Однако, дал за ее труды какую-то монету. И тут важный момент, который не каждый понял. Очевидно, что это не простая монета. На ней изображена богиня Мины, с одной стороны, а с другой стороны ее лотос. И именно через эту монету инвокер собирается приглядывать за Фемрин, так как он увидел в ней саму Мины. Все зря. Нет здесь чуда. То ли ее часть, то ли ее реинкарнация в смертном обличии, то ли ее посланница. После этого нам сценаристы не просто так показывают этот момент, где друзья Фемрин отмечают ее поразительное сходство с Миной. Теперь же идет еще один ключевой момент. Внезапная оргия, после которой нам впервые показывают Луну, которая крошит всех ее друзей направо и налево. Ставь лайк, если тоже охренел от внезапной оргии и дальнейшего месива. Так вот, мы видим Луну, которая убивает всех друзей Фемрин и пытается выведать нахождение лотосов. Важен тот момент, что у Луны и Новы глаза светятся фиолетовым. И поверьте мне, это не просто так. Именно это свечение глаз демонстрирует нам, что это существо находится под неким гипнозом, в некой безумной одержимости, которую насылает Селемина на своих прислужников. Чуть позже я вам это докажу, просто запомните. Ну, а второй важный факт. Со всем этим наблюдал Инвокер. Он не сразу решился спасать Фемрин. Какое-то время он думал, но увидев, что натворила Селемина руками Луны, он решил телепортировать Фемрин к себе. Он убедился, что Селемина абсолютно безумна, поэтому он говорит следующее. Старая история – это Селемина, ну, а новая – это, скорее всего, Мина. В следующей серии Инвокер узнает от Фемрин, что та получила свои способности еще в детстве. И телепорт у нее не так прост. Она может делать его только из одной тени в другую тень, а ночь и полнолуние усиливают ее способности. Любопытно еще то, что этот разговор происходит на фоне статуи самой Мины. Да, в башне Инвокера стоит статуя Мины. Он ей поклоняется, ну, или, по крайней мере, раньше точно поклонялся. Ну, и давайте я уже, наконец-то, озвучу, что уже давно витает в воздухе. Да, как и многие из вас, я тоже считаю, что Фемрин имеет огромные шансы стать новым героем Доты, которого покажут уже, кстати говоря, 9 апреля. Ну, не может быть, чтобы они нам просто так подробно расписывали все ее скиллы и показали, как они работают. Валвы явно ожидают наплыва игроков после выхода сериала, поэтому вполне логично добавить какого-то героя именно оттуда, чтобы все новоприбывшие узнали ее в игре. Им будет явно приятно поиграть не только за ДК Эмирану, но еще и за Фемрин, так как они уже будут более-менее знать, что она умеет. Поэтому, да, у нее есть все шансы стать новым героем. Единственное, что меня смущает, это сами Валвы. Этот мув был бы слишком предсказуем, а зная их, они никогда не оправдывают ожиданий и выпускают всяких белок вместо героев, которых ждут просто годами. Не знаю, может быть, они наконец-то пересмотрели свой подход к выпуску новых героев и новым героем будет наконец-то Фемрин. Ну или хотя бы тот, кого мы ждем. Кукловод, Фрея или же Фенрир. Итак, идем дальше. В четвертой серии нам раскрывают личность Инвокера. И думаю, не для меня одного Инвокер теперь заиграл совершенно новыми красками. В сериале его раскрыли совсем другой стороны. И давайте разберем это. Начнем с того, что благодаря Лотосам он смог отправиться прямо к Селемине. И уже в этом измерении мы узнаем много шокирующих фактов. Во-первых, у Инвокера и Селемина был роман, если это можно так назвать. Во-вторых, Инвокер ее бросил. Ну а в-третьих, у них была дочь по имени Филамина. Было это очень давно, видимо сотни лет назад. Но тем не менее, Инвокер ее до сих пор помнит и не может простить Селемине, так как она дала умереть их дочери. При этом он готов отдать ей Лотоса, если та просто произнесет ее имя. Тут уже нам раскрывают характер Селемины. Она не произнесла ее имя, так как она слишком тщеславна, мол, она уже мертва, так что вообще забей. В итоге Инвокер ясно дает ей понять, что против тебя готовится восстание, которому он с удовольствием поможет. Не захотела ее спасти. И теперь не спасешься сама. Именно после этого Селемина полностью сходит с ума и начинает отсылать своих воинов в каждый анклав эльфов, для того, чтобы просто убить бунтовщиков и обратить их в свою веру. Ну а фразы антимогини наконец-то обрели полноценный смысл. А я напомню, что эта личность вышла почти год назад. Следующий важный момент происходит в башне Инвокера, когда ДК с Мираной туда пришли. Там он рассказывает Девиану, что драконы — это не просто животные. Наш мир находится между семью небесами и семью преисподнями. А наш же мир каждый миг дробится на бесконечное число реальностей. Привет, теория мультивселенных. Ну а все это дело держится на восьми столпах творения. Четыре элемента и четыре базовые силы. Эти столпы и есть души драконов. Собственно, именно они и нужны Террорблейду. Собрав их все, он сможет перекроить мир по своему подобию, что, скорее всего, ничего хорошего не сулит. Одну душу он уже получил в первой серии. Это был Ульдорак. И был близок получить вторую — Слайрака, но тот успел спрятаться в теле Девиана. Но ненадолго. Как сказал Инвокер, рано или поздно Слайрак сойдет с ума, и они вместе с Девианом погибнут. Позже Инвокер пытается показать Миране, кому они служат на самом деле, демонстрируя им кадры зверств, которые устраивают Селемины. Также здесь мы можем увидеть, что после начала войны у всех воинов, включая Луну, глаза горят фиолетовым. Именно поэтому они спокойно творят все эти зверства, так как они практически не управляют собой. Миран, разумеется, во все это дело не верит, но Инвокер предлагает сделку. Он возвращает им лотосы, а Селемины выводят свои войска из анклавов. Вот такие вот простые, на первый взгляд, условия. Мол, он просто хочет мира. Но Инвокер не был бы Инвокером, если бы все оказалось так просто. В конце серии он делает некое предложение Террорблейду, суть которого мы узнаем позже. Он предложил ему души всех драконов в обмен на душу Селемины. Именно поэтому он в дальнейшем убил дракона Морей. И именно поэтому он отдал лотосы Миране, чтобы якобы урегулировать конфликт. На деле они оказались заколдованы и вызвали лунное затмение, в результате которого Селемина ослабла, так же как и ее влияние. Глаза ее подчиненных перестали светиться, и они пришли в себя. Ну а что было с Селеминой, вы собственно знаете сами. Террорблейд показал всю свою мощь во время этого затмения и буквально спустил ее с небес на землю. Это была месть Инвокера за свою дочь. Но честно говоря, я уверен, что Инвокер не настолько глуп, чтобы позволить Террору совершить задуманное. И вряд ли он отдаст ему все души драконов. Еще интересный момент заключается в том, что он не отдал все лотосы. Один он все-таки оставил себе, и это наверняка сыграет важную роль. Итак, теперь давайте поговорим о Инвокере и его дочурке. Эта линия вообще моя любимая. Она безумно трогательная и безумно милая. Нам показали, как молодой, счастливый и невероятно могущественный волшебник безумно любил свою дочь. И как сильно его поменяла ее потеря. Итак, мы знаем, что Филомена его дочь. И она была больна. Больна такой ужасной болезнью, которую не смог вылечить ни один лекарь и ни один волшебник. Даже он сам. Но что ж ты за хворь? Помните вот этот вот странный момент из четвертой серии, где Селемина сосется с какой-то там девушкой, а потом уничтожает ее? Она еще вся розовая стала, и по ней вот такие трещины пошли. А вот теперь посмотрите на кожу девочки. Она тоже становится вся розовая. Потом нам показывает то, как Инвокер изучает книги, чтобы найти, что это за болезнь. И он находит. В этом кадре буквально на пару секунд нам показывают страницу, на которой изображена эта болезнь. Пятна и трещины. Инвокер знал, что это за болезнь. И кто ее наслал. Именно поэтому он психанул, когда целители посоветовали ему обратиться к Селемине. Ну, а дальнейшая судьба Филомины нам известна. Она отказалась поклоняться Селемине, и поэтому в скором времени умерла от болезни. Однако сценаристы показали нам несколько интересных моментов, которые тоже легко упустить. Помните, Филомина очень полюбила вот этот вот цветок, и подробно его изучала? Этот цветок произошел от двух разных видов цветов. Филомина? И представляешь, они даже растут не рядом. Удивительно, согласны? А теперь угадайте, какой цветок является прародителем вот этого цветка? Очевидно, тот самый лотос. Но вот что за второй цветок, это большой вопрос. Если лотос это цветок Мине, то должен быть еще один, который олицетворяет Селемине. И гибридом этих двух цветков станет вот этот. Нам не просто так рассказывают, что он, в отличие от остальных растений, поворачивается не за солнцем, а за луной. Очевидно, он как-то с ней связан, а если быть точнее, то с ее богинями, Селемина и Мине. Это просто гениальная деталь, которую можно легко пропустить, поэтому как минимум за нее жду лайк. Ну и ловите еще один достаточно грустный факт. Филамина так и не успела дать название этому цветку, поэтому это пришлось сделать Инвокеру. И назвал он его в честь своей дочери. Моя Филамина. Моя дочь нашла их. Этот момент тоже очень легко упустить из-за русского дубляжа. В оригинале, когда он берет этот цветок, он говорит Зе Филамина. Филамина. Ну а приставка Зе используется именно в названиях, а не именах. Вообще, я поначалу думал, что Филамина — это и есть Мине. Многие тоже так подумали, но давайте сразу отбросим эту мысль. Инвокер вместе со своей дочкой молился самой Мине. Мы взываем клуни Мине, да пребудет с нами свет месяца. Доброй ночи. Это уже говорит о том, что это разные персонажи. Разве что только Мина стала смертной и переродилась в теле Филамины, позабыв о том, что она богиня. Но это тоже как-то бредово, так что не будем углубляться в эту тему. Просто запомните, что это все-таки разные персонажи. Лучше просто подождем продолжение, которое будет уже скоро и выйдет по-любому. Ну и на этой ноте, я думаю, можно и закончить. Поэтому, друзья, если вам был интересен этот ролик, то не скупитесь на лайк. Это был один из самых сложных в создании роликов. И более того, скоро будет еще одна часть с разбором других деталей. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну и пишите в комменты ваше мнение о сериале и ваши теории. С удовольствием их почитаю. Ну, а я с вами, друзья, не прощаюсь. Еще слышимся!